На рентгеновском снимке лёгких 52-летнего жителя Ухани Хасимина видны белые точки. Их считают признаком того, что человек заражён коронавирусом. Впрочем, врачи долгое время уверяли мужчину, что он не болен. Такой вывод они делали на основе тестов. С февраля он трижды сдавал анализы, и трижды результат был отрицательным. При этом он постоянно жаловался на сдавленность в груди и чувствовал себя очень плохо. «Было такое чувство, что я умираю. Невозможно это описать, можно только самому ощутить». Хэ даже прибег к помощи традиционной китайской медицины. Однако, когда и это не помогло, сдал четвёртый тест. В итоге 28 марта подтвердилось, что у него был коронавирус. «Многие называют чудом то, что я выжил. Я сам купил лекарства, и меня не отправили в больницу. Но что было бы, если бы я принял лекарства, но они не подействовали? Умер бы». Этот случай не уникален. Сообщения о том, что тесты ошибаются, поступают со всех уголков мира. А учитывая, что большинство из них делают в Китае, возникают серьёзные сомнения по поводу точности статистики внутри КНР. Эксперты полагают, что неправильные результаты могут давать почти треть тестов. Ранее некоторые страны вернули Китаю огромные партии экспресс-тестов на коронавирус, поскольку они оказались бракованными. Среди них Испания. Мадрид сообщил, что чувствительность тестов составляла всего 30% вместо необходимых 80%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...